Друзья, познаем за сложный момент у нашего приюта, такие люди и есть. Хотели бы поговорить с вами о домашнем мини-приюте 9 жизней. На главных фото этой статьи котик по кличке Босс. Мальчику уже получше по сравнению с тем, что было буквально пару недель назад. Но это не все хорошие новости оттуда. Сложный момент, когда волонтеру Владе стало очень плохо и у нее произошел приступ. Мы в который раз убедились в том, что друзья у нас есть. 2 ноября Яна из Москвы подарила малышам мешок корма. Видимо, чтобы девушка в этот сложный момент легче справилась с кормлением хвостатых и устатых. Что было неожиданно и очень приятно. Спасибо, что вы такие у нас есть. Спасибо, что помогаете, поддерживаете, вдохновляете, не опускать руки, идти дальше. Говорит сама волонтер Влада. И вот позавчера к нам из Москвы прибыл еще один мешок. Счастье в виде корма от Яны. Но за него нужно будет хотя бы частями рассчитаться по возможности. Плюс Яна оплатила доставку водителям. А это еще 1 тысяча рублей. В который раз благодарю всех тех людей, которые неравнодушны к судьбе хвостатых. Все животные, за которых я несу ответственность, исключительно только благодаря вам, сыты и вовремя вылечены. Самостоятельно я бы ни за что не осилила всю эту ношу. Спасибо каждому, кто помог и помогает. Спасибо всем за поддержку. Говорит девушка-волонтер. На попечении в домашнем мини-приюте 9 жизней у волонтера Влады на сегодняшний день, уже считая, если платную передержку не только приют, уже полсотни хвостов. Из них достаточно много проблемных и хроников. Это дополнительно расходы и невозможно предугадать, что будет завтра. Любая ваша посильная помощь – это неценимый вклад в ежедневные нужды приюта.